Какова основная из задач в стратегии развития Якутии до 2030 года? Для чего в регионе создают IT-парк и Всемирный центр Мамонта? Как приняли якутяне закон о дальневосточном гектаре? На эти и другие вопросы федеральной прессе ответил на неделю глава республики Егор Борисов на площадке информагентства «Россия сегодня». Далее по порядку и подробнее. Одним из первых прозвучал вопрос о дальневосточном гектаре. Егор Борисов сказал, что повышенного спроса на оформление земель в Якутии не наблюдается, однако заинтересованность есть. Более того, глава республики добавил, что, пользуясь случаем в регионе, для расширения земельных площадей ввели свои механизмы поддержки. Для крестьянских фермерских хозяйств, которые у нас около 4000 зарегистрированных хозяйств, если они хотят расширять свое производство, то 20 гектаров земель мы тоже им бесплатно предоставляем. Спросили главу республики и о том, зачем в Якутии необходим центр мамонта. Напомню, Егор Борисов в августе этого года обратился к президенту страны с просьбой поддержать предложение о создании в регионе всемирного центра мамонта. Мы сегодня находим не только мамонтовых останков, но и носорогов, лошадей, таких до того времени. Поэтому все это надо сохранять. Далее корреспондент Интерфакса спросила о создании в Якутии IT-парка. Борисов ответил, что проект очень важен для развития высоких технологий, так как сегодня специалистам, работающим в этой сфере, не хватает материальной базы. Они занимаются производством программ, они занимаются производством игр, производством анимационных фильмов и так далее. То есть у них есть определенный живопыт и производство, они участвуют на рынке международном. Но, к сожалению, той материальной базы, которой хотелось бы, чтобы они разворачивались, пока нет. Поэтому принято решение создать такой IT-парк. Проект сегодня разрабатывается. Мы думаем, что в 2017 году начнем строить и в 2019 году закончим. Отдельным пунктом остановились и на главной теме пресс-конференции – стратегии развития республики до 2030 года. Как известно, над комплексным документом сегодня в регионе трудятся чиновники, ученые и эксперты. Помимо ряда основных целей, какова главная задача стратегии? Главной является приоритетом – это развитие местного производства. Если до сегодняшнего дня мы при стратегических разработках это как-то не учитывали, то сегодня развитие местного производства, в связи с тем, что любимая доля населения именно охвачена местным производством, с учетом особенностей территории, будем поддерживать именно развитие предпринимательской деятельности, развитие местного производства. В этом заключается весь смысл этой стратегии. Напомню, что подобные встречи с федеральными изданиями Егор Борисов проводит традиционно. За полтора часа пресс-конференции коллеги спрашивали про мост через Лену, об экологии, медицине, молодежной политике, кинематографе и о многом другом. Влад Давыдов, НБК Саха, Якутск.